приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы совсем недавно мы опубликовали ролик лорик ролик лорик ты за камерой следишь конечно совсем недавно мы опубликовали ролик будь внимателен о приготовлении сыра тофу и после этого кстати ссылку найдете в описании этого видео готовится очень просто очень классный сыр особенно особенно рекомендую вегетарианцам и веганам вообще сыр тофу очень распространен вот очень распространен в индии так как индия большинстве своем за исключением региона дели и штата гоа страна вегетарианская допустим на севере индии не вегетарианской еды вы не найдете так вот тофу очень распространен в индии также распространен в китае но для меня было откровением мы приготовили тофу и где-то 1300 грамм сыра в самом видео я точно говорю сколько по 1300 с хвостиком обошлось нам около 30 гривен или 50 рублей если переводить на рубли при этом сегодня в магазине ну в украине в киеве в магазине мы обнаружили сыр тофу по 400 гривен за килограмм поэтому получается неплохой бизнес но действительно готовится он просто ну как надо конечно поиграться не совсем так уж расплюнуть но достаточно просто ничего сложного и при этом получается сумасшедшая рентабельность этого сыра хотели приготовили его для того чтобы показать вам два рецепта первый это жареный тофу рецепт выйдет чуть попозже он более простой и второй рецепт это кари с тофу очень классное блюдо очень распространенная вообще вот как бы карри можно готовить и с курицей и с говядиной но в частности в индии а говядина это вообще в индии да с говядиной вообще ничего это священное животное меня бы там уже распяли бы на улицах с курицей наверно все таки с курицей со свининой бывают карри в индии точно нет курица тофу панир овощной карри да ну в общем я опять вас заболтал потом скажете что много трипологии ну ладно простите меня сегодня готовим карри с тофу в первую очередь порежем тофу кубиками где-то по два сантиметра вот не зря говорят язык мой враг мой я только что своей болтовнёй чуть не пустил под нож священное индуистское животное и не нажил себе врага в лице сколько там индуистов больше миллиарда на земле в общем очень много друзья вот так вот режем тофу дорогие индуисты я не хотел ничего плохого сказать корова священное животное я знаю вот и из коровы карри не готовим ни при каких обстоятельствах я так заболтался и засмущался с коровой что не рассказал о основных ингредиентах нам понадобится тростниковый сахар непосредственно смесь специй карри продается в основном на рынках там где продаются специи также в индийских магазинах на индийских рынках из овощей понадобится 2 цибульки наши подписчики любят когда мы лук называем цибулькой 3 головки чеснока кусочек имбиря сладкий перец и 2 томата также понадобятся сливки точное количество ингредиентов а также описание пошаговое описание рецепта приготовления вы найдете в описании видео что я сегодня заговариваюсь вот у меня началась с коровой которую чуть под нож не пустил и все и пиши пропало видео так сказать корове под хвост вот на такие вот примерно сегментики порежем томаты следующим не последним актом марлезонского балета будет нарезка цибульки ну естественно естественно поплакать как бы за этого разрезаем луковицу на 4 части и вот такими вот не сильно тонкими не так чтобы светилась вообще секторами и и нарежем половину сладкого перца зачистим и также порежем и по поводу сливок если вы готовите если вы веган и хотите приготовить веганское блюдо тогда можно использовать кокосовое молоко но кокосовое молоко не знаю возможно его у нас купить невозможно можно также использовать соевое молоко как готовится соевое молоко мы тоже рассказывали в рецепте приготовления тофу имбирь надо порезать очень очень мелко тоненько тоненько и буквально после этого и скрошить его практически в труху потому что имбирь совершенно не разваривается он остается достаточно твердых блюдах если будут большие куски они по консистенции ну не улучшат вкус блюда нарезаем начале на полосочки малюсенькие малюсенькие и потом покрошим его еще на кубики вот такая вот мелкая имбирная крошка должна у нас получиться далее чеснок если вам конечно ваша ренития позволяет давить чеснок на чеснокодавилки то можно и так но как по мне так лучше его тоже покрошить нарезать мелкими кубиками все приготовления закончены и перейдем к основном к основной стадии процесса так сказать разогреваем масло на сковородке и обжариваем тофу я кстати включу секундомер и засеку сколько у нас будет он обжариваться обжаривать надо золотистой корочки процессе обжарки аккуратненько переворачиваем сыр так чтобы он обжарился со всех сторон будьте внимательны тофу достаточно мягкий сыр он имеет консистенцию такого жесткого творога и если его начать маслать лопаткой то вы его просто раскрошите а нам нужны красивенькие такие вот кубики в каре процесс обжарки не на очень сильном огне то есть можно сказать на медленном огне занял 12 минут и вот мы получили такой золотистый красивый тофу далее на медленном огне чуть-чуть буквально в течение полуминуты припускаем имбирь и чеснок сюда же отправляем лук и тушим все вместе на медленном огне нам не надо лук зажарить а надо чтобы он стал такой как бы прозрачный в любом случае отключил секундомер и по результатам покажу вам какой он должен быть и скажу сколько времени это заняло через три-четыре минуты добавляем где-то миллилитров 50 водички и продолжаем тушить лук 12 минут протушивался лук получился вот такой вот видите практически прозрачный добавляем сладкий перец и опять включаю секундомер и опять таки протушиваем его до такого состояния чтобы он размягчился после скажу сколько времени это заняло через 9 минут перец готов добавляем тростниковый сахар и обжариваем но не обжариваем а протушиваем еще две минуты добавляем томаты и протушиваем еще пять минут все это делаем на медленном огне чтобы не жарилась а именно тушилась отправляем нашу рагу карри и хорошенько перемешиваем ой сразу запах какой пошел если вы еще ну если вы не представляете себе какой запах карри попробуйте приготовить это блюдо оно реально очень классная но и ароматы конечно через минуту добавляем сливки либо же соевое молоко если вы готовите сугубо веганское блюдо и опять таки перемешиваем после внесения сливок соус можно посолить причем солите по вкусу я даже ну не предполагаю говорить сколько соли перемешайте попробуйте если надо досолить то можно досолить еще немножко отправляем наш соус тофу уже в готовый карри кстати на этом этапе можно добавить обжаренные кусочки курицы перемешиваем и протушиваем минуты три-четыре блюдо готово выключаем нагрев даем ему настояться минут десять наверно и будем сервировать сервирует карри обычно вот такую вот глубокенькую тарелочку порционно и подают обязательно карри рис потому что сама по себе это еда достаточно острая рис вот он как бы гасит остроту вкус этого блюда описать достаточно сложно но поверьте она очень вкусная я бы сюда ну вот реально карри сам по себе приправа сама по себе острое блюдо получается тоже острое но я бы еще сюда добавил до острого перчика я привык в индии когда пробуешь карри то он такой что его он реально очень острый вкуснотища точно как в индии друзья попробуйте если вы уже пробовали если вы были в индии допустим или где-нибудь еще и пробовали готовить карри вернее не готовить а пробовали просто пробовали карри или карри с тофу этот рецепт точная копия если вы никогда не пробовали никогда не были в индии попробуйте его приготовить это будет для вас новый вкус совершенно необычный ну и на мой взгляд очень классный мне это блюдо очень нравится ну вот собственно говоря с удовольствием представляем вам рецепт не забудьте там лайкос поставить нам ну и подписывайтесь на канал всего доброго пока